Основная цель это тем, кто катался на этой дороге, чтобы они вспомнили, как это было, и тем, кто не успел на ней покататься, когда она была закрыта в 2008 году, чтобы они почувствовали приблизительно эти чувства, которые человек испытывал, увидел эти виды, которые человек видел, катаясь на этой дороге. Потому что сейчас, смотря на состояние этой канадки, уже кажется, что в таком виде, по крайней мере, ее уже не запустят. Поэтому мы хотели хотя бы таким образом показать и рассказать, как это было. На самом деле, это легендарная вещь, которая уже в какой-то степени символ города, и я считаю, что у нас получилось это сделать. Университетная столица Кабинка, может быть, просто болталась где-то под крышей, в принципе, без содержания, а так нам помогли финансово, мы насытили ее виртуальной реальностью. Сейчас, когда летитель, посетитель Кабинки мог слышать, когда катается, то есть это, например, если он плывет над берегом реки, там жабы плакают, где-то чайки летают, где-то... Спасибо. Спасибо. Спасибо.